Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, что можно и нужно делать за неделю до ЕГЭ по математике. Ну и там примерно на самом деле за неделю до ЕГЭ по русскому языку, потому что в этом году крайне неудачные даты. Русская математика проходит почти одновременно с разницей в один-два дня. Итак, поехали! Ну, во-первых, нужно перестать постоянно переживать. Переживать о том, что будут сложные задачи, что вы что-то не решите, что вы чего-то не знаете. А ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец! Это, конечно, хороший совет, но как это сделать? Давайте сделаем следующее. Давайте разделим всех людей на две категории и поймем, почему каждый из них переживать не стоит. Первая категория людей, ну вот ты, например. Оп! Вот я, я, я. Тот, который начал готовиться, ну, только в мае, например, или только сейчас, или за две недели до ЕГЭ. Ну, в общем и целом, маловато готовился в течение года к экзамену. Так, а о чем тебе переживать? Ведь обидно, может быть, тогда, когда ты много сил потратил, а потом что-то не получилось. Тогда это обидно, тогда можно переживать. А если ты, в общем-то и целом, усилий вложил мало, так у тебя все просто. Ты ведь усилий мало вложил, да? Приходишь такой, ну, вот. Ладно! И так сойдет! Как получилось, выжил максимум, так и получилось. Поэтому, да, у тебя много сил, наверное, осталось, потому что ты не потратил их в течение года. Сейчас вгрузись по максимуму и получи максимум из своих минимальных вложенных усилий. Это тоже уже будет, как бы, хорошо, да? То есть, ну, то есть здесь нет повода для переживаний. И вторая категория людей, это те, кто реально весь год или полгода, в общем, готовились и потратили много сил на подготовку. И, конечно, не хочется там облажаться на экзамены. Но такого и не будет. Потому что, смотрите, вот вы переживаете, что там, может быть, что-то будет сложное, что-то не решите. Ничего там на ЕГЭ-2022, на основной волне, нестандартного не будет. Ну, максимум какой-нибудь один пункт Б или пункт В в стереометрии, в планиметрии или в 18-й будет сложный. Ну, и без него можно получить 100 баллов, да? Без двух первичных. То есть, вы просто придете и уничтожите вариант, примерно похожий на то, что вы решали. То есть, будет все что-то такое же похожее, знакомые конструкции, похожие задачи, чуть-чуть другие. То есть, это просто один из пробников, там, 10-ти, 20-ти, 30-ти, которые вы написали в течение года. Вообще не стоит об этом думать. Не будет там ничего гробового. Варианты так уже немножко изменили, и так стало сложнее. То есть, абсолютно здесь все в порядке. Поэтому, если вы действительно весь год готовились, вкладывали усилия, вас ожидает крутой результат ЕГЭ-2022. С этим разобрались. Поехали дальше. Что сейчас важно сделать за неделю до ЕГЭ? Естественно, нужно ботать, нужно как-то повторять темы. Но делать это нужно структурно. И первый важный совет, перенесите подготовку на утро. То есть, если у вас режим, вы встаете в 12, занимаетесь до 2 ночи, ложитесь спать, опять встаете в 12 и так далее. Это не очень круто. Ведь ЕГЭ вы будете писать утром. Да? А это значит, что ваш организм должен привыкнуть начинать работать на максимум, выдавать максимум своей интеллектуальной деятельности и сообразительности. Утром ложитесь спать пораньше, вставайте в 8, в 9, в 10, садитесь, начинайте заниматься. Смотреть вебинары, решать задачи. То есть, вот у вас есть время, неделя до ЕГЭ, этого более-менее достаточно, чтобы чуть-чуть сдвинуть. Вам не нужно сильно сдвигать, там на 2-3 часика сдвиньте пораньше. Это очень важный момент. Потому что, если вы встаете всегда в 12, да, а в день ЕГЭ вы встали пораньше, вы не выспавшись, а ваш организм еще не привык так работать. Это максимально важная штука. Следующий совет. Смотрите, ввиду того расписания, которое в этом году, не надо тратить время на все подряд. У вас получается одновременно на повторение два предмета, и русский, и математика. Да, конечно, если бы они стояли в разное время, вы могли бы по математике повторить, ну, прям вообще все, даже те темы, в которых вы уверены. Ну, так, на всякий случай. Но сейчас этого сделать не получится. Вам одновременно нужно повторять и русский математику. Поэтому, когда я говорил, что нужно повторять материал перед ЕГЭ структурно, я имел в виду, что составьте список реально вот тех тем, в которых вы никогда не ошибаетесь. Посмотрите по своим пробникам, отложите их. Вот на них вообще минимум времени. Или вообще не тратьте. Вы их за неделю, их не забудете. А вот те темы, которые у вас западают, в которых вы делаете ошибки, да, которые вам нужно повторить, которые для вас самые трудные, вот на них и потратьте время. Причем совместно математика с русским языком. Распределите там, да, вот как-то время равномерно. Потому что повторить только математику, забить на русский и сделать много ошибок в русском языке, например, в первой части, да, и снизить сумму баллов, это не очень круто. То есть вот структурно подойти к подготовке, да, за неделю до ЕГЭ, к повторению. Перед тем, как сесть это делать, составьте списки тем и в русском, и в математике, которые, в которых вы уверены, и которые вам надо повторить. И повторяйте только то, что у вас западает. И третий совет. Не забивайте на первую часть ни в математике, ни в русском языке. Классическая стандартная абсолютно ситуация. Человек занимается второй частью, считает, что в первой у него проблем быть не может, давно я не повторял, там, или забил вот за неделю до ЕГЭ. Какие-то хотя бы вещи повторите, которые для вас самые сложные. Потому что стандартная ситуация, это хорошо решена в второй части, много ошибок в первой. По-русскому, так это вообще классика, да, там много задач в первой части. Сочинение на максимум, куча ошибок в первой. Результат 88, а должен был быть 100. Некрасиво получается. Согласна, да? То есть здесь тоже должен быть баланс. Четвертый важный момент. Смотрите, все равно вы будете задавать этот вопрос мне, да. Я как бы за то, чтобы уже за неделю до ЕГЭ повторять материал, да, то есть вот обрабатывать то, что вы уже изучили, чтобы наверняка написать эти задачи на максимум. Но вы все равно будете спрашивать, а что еще можно успеть? Если бы я говорил, что еще можно успеть, если у вас реально есть на это время, я бы сказал, из математики это 18 номер, пункт А. А, порешать 10-20 вот этих прототипов разных пункта А, посмотреть, как там строится пример или доказывается, что их нет. Они, как правило, очень простые. В принципе, можно нащупать вот эту основную идею, да, пристреляться к этим задачам. И на ЕГЭ, ну, не думая, что пункт А18 будет какой-то сложный, можно его убить, да. Просто, если вы совсем его не видели, то на ЕГЭ можете растеряться. Вот это можно сделать. И, например, параметр, какая ему простая алгебра. Ну, вот буквально пару вебинаров, 2-3 вебинара, какие-то порешать задачки. Самые простые алгебры, потому что есть вероятность, что на ЕГЭ будет какая-нибудь очень несложная алгебра. И будет обидно, что вот вы совсем чуть-чуть там один день не потратили на это. И вот не смогли решить такую простую задачу, а остальные ее решили. Понятно. Но вот так бы я вообще, конечно, я бы не рекомендовал сильно вгружаться в изучение новых задач. Потому что вы потратите время на их изучение, они у вас за короткий промежуток времени хорошо в голове не уложатся. И вы еще как бы пожертвуете повторением каких-то номеров, и там можете совершить ошибки. Вот. Вот такие основные моменты. Ну и, конечно, максимально важно вот распределить время подготовки так, чтобы у вас был отдых. То есть позиционировать последнюю неделю перед ЕГЭ, как все это вот там я сейчас вгружаюсь там по 100 часов в день, каждый день. И прийти на ЕГЭ абсолютно убитым, невыспавшимся, уставшим, морально-физически выдохшимся, это не годится. То есть здесь тоже есть некоторый баланс. То есть совсем ничего не делать за неделю до ЕГЭ. Конечно, плохо, да? Наоборот, уже организм перейдет в режим такого чила, отдыха, и на ЕГЭ вы не сможете выдать максимум. Но перегрузиться тоже нельзя. Да, может быть, вы больше успеете повторить, если будете 100 часов в день повторять материал, решать задачи, но ваша усталость сыграет свою роль на экзамене. Из-за этой усталости возможны какие-то случайные ошибки. То есть и повторить надо, и прийти на ЕГЭ в своей максимальной физической и моральной форме. И все. И результат не заставит себя ждать. Все. Вот такие советы. Самое главное, ничего не бойтесь. Ничего сложного не будет. Расслабьтесь, спокойно. Готовьтесь за недельку. Решайте, распланируйте. Кто еще не записался в наш интенсив щелчок перед ЕГЭ, ссылочки все будут в описании. Еще не поздно, можно это сделать. Плюс щелчка в том, что там как раз за вас уже продумана вот эта вот организация повторения. Вам не нужно париться, что, когда, повторять. Нужно только посмотреть расписание и выбрать то, что вам нужно. А сама последовательность уже готова. Все материалы крутые, там шпаргалки, теоретические домашки. Все это готово. Ну и когда придете на ЕГЭ, еще об этом тоже подумайте заранее. Просто постарайтесь получить кайф от решения задачи. Ведь если вы весь год или полгода готовились, потратили много сил, но ведь интересно же. Вот мне прям интересно увидеть вариант в этом году. Он новый, он немножко измененный. Вы просто приходите уверенный в себе, просто, да, попозже сниму видео, как заходить в аудиторию, чтобы быть уверенным в себе на экзамен. Вот. И смотрите на задачки, видите, что они какие-то чуть-чуть другие, чем которые вы решали. Но не сложные и интересные. И постарайтесь получить удовольствие от убийства этих задач. Тогда и результат будет тоже топовым. Все, увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok